Проблема Ульяновска хоккейной Волги в частности и всего регионального хоккея с мячом в целом спортивная общественность обсудила с губернатором Сергеем Морозовым накануне. Неудачи в последнее время следуют за командой по пятам. Из-за финансовых и организационных проблем большинство игроков вынуждены были покинуть клуб. Перед ними, а также тренерами и сотрудниками осталась задолженность по зарплате за прошлый сезон, а у самого клуба возникли проблемы с налогами. Сумма долгов достигла 13 миллионов рублей. Волга оказалась на волоске от вылета из Суперлиги. По словам губернатора, профинансировать работу клуба для областной казны не проблема. Однако пострадают другие спортивные федерации и отрасли. Выход из ситуации – привлечь спонсоров. Великое сожалению, все пока обращения представителей гражданского уровня бизнеса в группу градообразующих предприятий. Аня Стар, механический завод, патронный завод, другие-другие-другие заводы не тросят ни к чему. Все говорят о том, что денег у нас нет, ситуация достаточно сложная финансово-экономическая. Мы платим налоги, вот беритесь за эти налоги. На должность президента хоккейного клуба «Волга» был назначен заместитель председателя правительства Павел Дегтярь. Также в качестве кандидатур рассматривались президент торгово-промышленной палаты Александр Якунин и другой запрет правительства Андрей Тюрин. Я как-то привосклую. Давайте заместителю председателя правительства Дегтярю порочим возглавить клуб, быть президентом. Директором клуба стал президент областной федерации хоккея с мячом Марат Шакуров. Тренерский штаб команды планирует включить Александра Савченко из Новосибирска и тренера ульяновской молодежной команды Сергея Горчакова. Пока же последний будет исполнять обязанности главного тренера «Волги». Команда тренировочный процесс не бросала. Она занимается с марта месяца. Мы занимались по усеченной программе, прошли подготовку в ОФП в июль месяц. И сейчас выходим на лед в лидере. Суперлигу команда не покинет. Это на прошлой неделе заявил президент Федеральной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник. До конца этой недели в полном объеме составить график платежей. В том числе у нас должен быть график погашения задолженности в любом случае. Чтобы здесь у нас никаких сбоев не произошло. Встречаемся с командой. Если до конца недели будет готова команда встретиться хорошо, не будет, значит тогда в понедельник я жду вас. Ну, например, где-то на вашей площадке, приглашу вас к себе. Кроме графика платежей губернатору будет представлен план дальнейшего развития клуба. Достигнуто соглашение и с молодежным правительством, согласно которому студенты помогут организовать команду болельщиков в хоккейной «Волге». Анна Тищенко, Александр Кудряшов. Новости Ульянской правды.